приветствую приветствую дорогой николай что ты скажешь про мою картину и во первых не про одну сразу про две видишь там девушка огонечек свечи а я могу сразу сказать он на велосипеде едет и у картины и высказал свое мнение и могу вам сказать обо всех ваших картинах сразу отлично значит я считаю что вот есть понятие гипертекст и вот допустим у художника от отражение личности его чувств эмоций и прочее это его картины у писателя как бы его там писательское произведение канта свои так сказать свое произведение но везде отражается как отпечаток та личность которая творит это творение и прочее и получается по сути говоря эти картины это отражение и вашей назовем наследиятельности и ваших чувств ваших эмоций я специально это двинулся чтобы было хорошо видно велосипедист едет это у меня будет ангел велосипедист с крыльями крылья такие легко легко обозначены да а это будет женщина она стоит со свечой звезды над ней космос над ней и огонечек свечи задумчиво она общается тоже со вселенной до чего-то просит о чем-то задумался его на чем-то задумался вот позвольте как бы у нас научная школа лом футурист человек будущего то есть человек творческий человек интегральный человек наосферный человек космический и вот я бы хотел начать картины вот которые женщина со свечой она о чем-то задумалась прочее а потом перейдем ко второй картине и вот здесь если смотреть с точки зрения ну назовем науки философии ну философия это иностранный греческий термин наиболее адекватный перевод слова философ это мыслитель а мыслитель это корень мысль вот точно так же как в старину военного инженера называли розмысел размысел то есть есть русское слово замысел промысел от замысла до промысла есть понятие смысла идеи опять слово мысль значит и в данном случае вот это у вас девушка со свечой она задумалась о вечном ну вот мы знаем как бы по всем там религиозным канонам прочее ну вот свечки за покой за здравие то есть она она держит свечу огонь а на самом-то деле она растворяется в вечности она то ли думает как говорится о своих там предках родичей близких людях которые там ушли в это и и ну она одновременно если за здравие как говорится она думает все что ее беспокоит но огонь что огонь костра что огонь свечи он успокаивает и особым образом влияет на человека это всегда как говорится огонь это приводит человек вас в особое чувство особое состояние значит и поэтому тут лицо умиротворенное прочее то есть это свеча а тот момент что там вы это на фоне как сказать звезд неба и прочее но это еще как бы подчеркивает близость природе назовем так да она во вселенной конечно конечно но тоже во вселенной но он при этом движение а теперь вот эта картина ну то что вы сказали что это ангел велосипедист это такая метафора в данном случае это ваша интерпретация как художника ну если вот человек просто придет ну посторонний человек он же не сразу ну как вы выражаете к вам башку сразу лезть не может без ваших пояснений но если уже рассмотреть как бы вот вашу интерпретацию опять вашу чувственно эмоциональную такое то вот здесь вот какие-то желтые цвета это как бы символ там опять солнце против него на головой он куда-то мчится прочее колеса оригинальные значит ну колеса действительно движение вечное движение значит ну как все вроде хорошо а тот момент что вы так оригинально изобразили ангела ну ваше право творчество право я могу сказать значит опять я бы хотел подчеркнуть что это ваш отпечаток ну ваш как автора ну да как художника и коленька ты сказал что мысль мысль стала быть главная мысль а чувство нет а вот давайте так человек мыслитель а его чувственно эмоциональная сфера она является внутренним содержанием потому что мысль сама мысль синоним движения любая мысль это движение и и получается как сказать вы отражаете свои мысли фиксируете в ваших картинах и вашу вашу чувственно эмоциональную как бы ну окраску вы отражаете фиксируете в картинах и это как бы запечатление для чего человеку надо успокоиться стать безмятежным чтобы выйти из ситуации посмотреть на все отрешенно эмоционально дистанцированно и увидеть как бы целиком и потому что пока он в ситуации он не может размышлять адекватно я хотел ему надо выйти из ситуации либо он движение выходит из ситуации думает о своем когда в ритм попадает либо когда в глубокой задумчивости он выходит из ситуации то есть обнуляется когда он эмоционально обнуляется он в этот момент готов триггерному переходу к этому квантовому переходу в сторону своих размышлений или сторону своих произведений что он там поточное мышление как у чиксен михаи либо в нирване находится как у будды ну так вот здесь вопрос один возникает один вопрос возникает значит человек должен научиться управлять своим эмоциональным интеллектом чтобы научиться управлять и выходить на здравый смысл потому что здравый смысл по законам природы у него здесь в бессознательном механизме находится как части вселенной а эмоции ему мешают потому что эмоции это кратко скомпонованные точки зрения так вот ему надо выйти на безмятежность то есть на состояние когда нет у него страхов комплексов шаблонов мышления а я тебе по ходу хочу спросить я например давно понял почему западный философ а восточный мудрец а ты как думаешь я сделаю вторым вопросом а сейчас я как бы поднимаю руку чтобы высказать свои мысли значит ну уважаемый вот я как бы отношусь к вам с высоким почтением и хочу подчеркнуть ту мысль вы для многих в том числе для меня хотя мы с вами как бы немного пересеклись с точки зрения увлечений я тоже занимался психофизиологией как бы и я биолог и занимался стрессом но это было давно молодости студенческие годы но психофизиология как бы эмоциональный стресс у студентов во время экзамена устная письменная форма это вот допустим моя дипломная работа была там гормональные изменения у животных там на крысах делали на кафедре эндокринологии как трофизиологии человек и животных где я обучался то есть задумался над этими темами тема психофизиологии это но что бы я хотел как бы сказать что вот если вы гуру наставник учитель в том числе и мой я учусь у вас другие вот зрители учу вас так вот все ваши картины это учебное пособие мир управляется образами и вы вот свою психоэмоциональную чувственную сферу отражаете вот отпечаток вот вашего вот в этих картинах и это легче не с помощью уже слов то есть слова это как бы одна коммуникация а картина другая коммуникация дополняющая если вы исполнили еще что-то там музыкальное или другое какие-то ритмы вибрации это это ну извините у вас голос вибрирует ваш замечательный голос так хорошо рассказываешь про меня я прямо сейчас запылаю от восторга спасибо тебе огромное а вот я тоже люблю и уважаю я тебя тоже люблю и уважаю ты такой вот весь такой пылающий весь такой постоянно генерирующий ну мы же все одинаковые творцы мы же творцы а вот я почему хотел почему я тебе девушку тоже со свечкой поставил потому что у женщины есть определенные эмоционально эндокринные больше какие-то там связи внутри да которые не позволяют ей в какие-то периоды мысли а извините я вспомнил вспомнил я вот не помню уже точно как бы курс как бы физиологии было там 40 лет назад но вот это то ли ганглевые поля то ли базисные поля и по сути говоря вот эти все болезни это особые как бы часть ну мозга человека особые органы которые отвечают за всю психо эмоциональную сферу значит и рассматриваются как бы физиологами именно ну под этим углом под этим ракурсом и получается вот эти все болезни паркинсона альнгеймера прочее это все нарушение вот именно этих отраслей как бы это и получается ваша метода методология ключ инструментарий он помогает или задержать или прочее вот это управление психо эмоциональной сферой и то что это вот как раз там регуляция и вот эти знаменитые болезни если человек владеет вашей ну как бы методологии вашим подходами эти болезни их называют еще часто болезнями старости но сегодня они иногда наблюдаются уже в молодом возрасте даже после 30 лет но как не печально не это скажи пожалуйста заметил у нас был видео с актером известным да 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 от кудинов от кудинов и с его женой евгений мы договорились раз в неделю встречаться для того чтобы всех любимых актеров поддержать которые уже может быть и ветераны давно чтобы они могли омолодеть да это великолепно и хорошо да артист он там песни хорошие пел настроение нам подымал а тот момент что то есть это есть эндокринная система включается то есть говоря у вас есть опыт работы со спортсменами даже спорт высоких достижений есть опыт работы с космонавтами есть опыт работы с работниками интеллектуальной и даже как бы культурной сферы это артисты допустим и прочее у каждого у каждой профессии свои свои назовем профессиональные болячки и прочее но у всех людей одинаково это психоэмоциональная психочувственная сфера как говорится и управлять как бы вот этим тем более саморегуляция и вот те быстрые подходы методики которые помогают сложных ситуациях это бесценно мы скоро будем шелли с моей дочкой делать вебинар совместный и там как раз шелла покажет свою часть я покажу свою часть как можно воспроизводить счастливый момент жизни в памяти который у нас есть но мы иногда забываем об этом и мы не знаем о том что можно воспроизводить желаемый для себя момент с помощью определенного алгоритма и приемов и это состояние счастливости где вот эти вот эндорфины качаются как раз таки адреналин снижается концентрации крови а эндорфины включаются там вот эти кортизон и кортизон вот это все о чем ты говоришь начинает выравниваться и человек начинает обретать вторую молодость то есть по существу мне вот честно я тебе скажу интересную вещь почему-то женщины обратили внимание что у меня кожа какая-то другая они говорят научите нас иметь такую кожу я считаю что у нее лучше кожа чем у меня но все равно и хочется понять этой даме и не одна одна дама несколько сразу как вы сделали себе такую кожу вам же 71 год я говорю слушайте это очень просто потому что когда мы качаем эндорфины с помощью приемов саморегуляции и снижаем адреналина адреналина это что такое в нашем комплексе это когда мы напряжены когда мы в таком состоянии ожидания какой-то неизвестности неопределенности так мобилизованы мы там сгораем а когда мы выходим на эндорфин вот эту вот составляющую у нас и кожа меняется у нас все меняется все болячки внутренние залечиваются и настроение становится хорошим вот 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 это то о чем ты говоришь чем ты раньше занимался в биологии эндокринные системы и основные с мышлением еще смотрите вот это философ мыслитель он занимается познавательной деятельностью и получается вот ключевой корень у нас мысль а второй ключевой корень знать а то знание именно потому что если мы не покажем внимание на это не обращается это проходит мимо человека и теперь показываю а итогом а итогом является естественно научная картина мира а картина мира это образ вот образ лучше всего выражается в мир управляет образами и поэтому вот ваши картины они имеют такую бесценную как бы обучать обучающую дидактический дидактическую ценность спасибо тебе николай я тебе хочу сказать одну вещь интересную мы сейчас наши наташи кузнецовой которая такую кузьмина и кузьмина это я уже пил путаю с кузнецовой потому что я сейчас буду делать еще одну встречу с кузнецовой еще с одним музыкантом очень тесно а вот писатель на школу кузьмина она мне сказала она же живет 35 километрах от великого города витебска и там оказывается родились очень много гениев а мы как раз таки изучаем мыслителей гениев чемпионов мира изучаем как у них мозг работает как они умели справляться с собой а там оказывается шагал родился там оказывается ну очень много много там целый список гениальных людей витебске родились вот и миша мой друг козинник там много родились витебске и там знаешь я так посмотрел слушая сколько моих друзей там оказывается родились вообще-то или их родственники это удивительно а у тебя никого нету там витебске знакомого я хочу английский там например что я хочу сказать кипчако-гузские языки как бы туранские языки они позволяют расшифровать фамилии вот допустим шагал работал в казахстане в городе уральске гостиница шагала а в переводе на русский язык шагала это чайка то есть фамилия чайкин что ты говоришь или допустим ну как она там у нас фаина или чё каплан каплан это леопард получается вот ну или джульбарс вот у нас ко мне джульбарс джульбарс это тигр смотри как интересно то есть ну очень интересно когда сравнительные заказания темология на мастер как бы мое хобби да но ты представляешь в одном городе родились только гениев вообще а тут я что хочу сказать в одном городе сколько гениев это эпоха рождает и концентрация людей рождает и особая атмосфера рождает допустим если директор школы учителя школы создали атмосферу в одной школе именно в этой школе воспитаются целое гнездо вот таких гения вот я про это знаю например альшуллер который создал систему трис а он же был фантастом потом он изобрел эту трис теорию разработки изобретательских задач и вот сейчас я дружу с трисовцами до такая школа трис петозаводский было теперь его первые ученики которые имеют столько изобретений мои друзья первые ученики и сейчас я общаюсь с висарионом и с калошиным николаем первые ученики и друзья альшуллера и сейчас я как раз таки хорошо понимаю как находить в себе состояние творца чтобы создавать изобретение и как раз скоро мы будем об этом говорить очень специальным образом я не завершил мысли вот я начал как вот что может быть там отдельная школа может быть это но не бывает учеников не бывает знаменитых людей без их учителей без их наставников и получается видать вот в этом месте сконцентрировалась ну были учителя прочие которые сумели вырастить вот это поколение вот этих людей как вот у нас коленка школа человек больше ухома футурус значит мы востребуем у людей развитие этих качеств своими примерами своими разговорами создаем науку человечность и совместно со многими из многих стран мира вы задали вопрос я чуть-чуть забыл вы сказали на востоке мудрец а на западе кто там у вас я еще раз повторю этот вопрос я понял я понял почему на западе говорят философ мыслитель мыслитель ты же начал с того что мыслитель но почему на западе не говорят мудрец почему мудрец говорят на востоке хотя это тоже философ правда а почему ну в данном случае я тут сами как бы я знаю ответ но я сейчас пока не скажу но потом скажу я вам сейчас весело интриговать я вам веселую штуку скажу я был генеральным директором фонда славянский мир имени академика ран трубачева олега николаевича и пользовался как бы его библиотекой президента фонда была богатого галинастана она возглавляла отделение как бы лексикологии лексикографии отечественные лексикографы вот история происходящее русского языка а у него была этимология аноматика сравнительные заказания и расскажи пожалуйста этимология вот я вам скажу что вы удивитесь переводе с еврейского слово хохма означает мудрость это с еврейского перевод такой бог мой это мудрость а подравне греческий софия софия да мудро смотри вот два слова софия греческий а хохма еврейский ты посмотри какая трансформация слова произошла а а гуру наставник но есть еще на востоке более мощное слово которые это это устав учитель а у что да да это у нас на кавказе тоже у нас тоже дагестане да и поэтому в зависимости от языков вот эта мудрость она вот когда смотришь переводы на разных это мастер да мастер очень интересно получается а мудро вы знаете это одна из асан йоги мудро да мудро и поэтому спасибо тебе огромное я хочу чтобы вы так заинтриговали всех чтобы все заинтересовались этим писали комменты я хочу чтобы наша школа развивалась для этого надо чтобы все писали лайки ставили коменты писали с вопросами пусть тебе пишут вопросы в общем продать продолжайте как вашу гидротическую деятельность с помощью ваших картин это нам здорово помогать но все-таки есть разница между психоэндокринологии женщины и психоэндокринологии мужчины для его мышления а извините это же основа мужчина охотник добытчик женщин ну как бы домашний очаг забота о муже детях внутреннее содержание уют покой она берегиня как мы говорим он расширяет горизонты и и и и это взаимодополняющие как бы сущности которые составляют правильное единое целое я тебе хочу сказать наверное есть такие женщины за которым ни один велосипедист не уконится по своему мышлению да 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 но мы же должны как мужчина отдать им должное уважение любовь давайте так я немного как пошучу на эту тему еще как говорится вообще логика и прочее там а есть еще женская логика и тут я вот бессилен да я тоже обнимаю спасибо тебе николай до встречи до встречи спасибо